Это у нас ель сибирская, обыкновенная. Минимум хлопот, максимум праздника. Эти ёлки неприхотливы в уходе. Их нужно лишь поливать и опрыскивать. Агроном опытной станции Ольга Овчинникова говорит, хвойные деревья предпочитают влажный климат. Но с поливом не стоит торопиться, нужно дождаться, когда грунт до конца оттает. Желательно её полить удобрениями для хвойных растений. И она у вас будет определённое количество времени стоять. Если вы не хотите больше, чтобы она, ёлочка у вас стояла, вам нужно дождаться момента, чтобы умеренный полив был, когда ком земли полностью высохнет. И потом можете её вынести либо на балкон, или на улицу. Ёлки в питомнике выращивают из семян. Сначала в теплице, затем трёхлетние крошечные сеянцы пересаживают в горшки. И ещё через три года они достигают 40 сантиметров. Питомник ёлок у нас, скажем так, как таковой, существует совсем недавно, буквально последние 10 лет, с новым виянием на озеленение. На ландшафтный дизайн, с расчётом на то выращиваем хвойные культуры, в том числе и ёлочки голубые и зелёненькие. Вот буквально недавно берут. Сейчас в этом году охотно берут, потому что всё-таки люди уже начинают понимать, что лучше взять горшочки. В последние несколько лет настоящая растущая новогодняя ель стала очень популярна среди жителей Сибири. Такая лесная красавица во многом лучше самой свежей срубленной. Ведь её можно формировать на свой вкус. В этом году я взяла такую ёлочку, поставила специально ребёнку в комнату. Аромат, запах хвои прямо у нас на всю квартиру. И чем хорошо, тем, что она у нас постоит две недели в горшочке, порадует нас. Потом мы её вынесем на балкон, а весной я её посажу на дачный участок, и она дальше будет радовать глаз. К тому же денег можно сэкономить на ежегодной покупке срубленного атрибута праздника. Небольшая ель в горшке обойдётся в 500 рублей. Метровая лесная красавица чуть больше тысячи. А голубая ёлка в пределах пяти тысяч. Ольга Максимовна, Алексей Фролов. Инисей. Новости. Новости.